Девушки отдыхают С радостью, с удовольствием представляю вам гостей нашей студии, участников этого чемпионата мира. Главный тренер мужской национальной сборной Виктор Евгеньевич Шершуков, тренер-врач нашей сборной Юрий Владимирович Сонкин, серебряный призер чемпионата мира Павел Ходосевич, также участник чемпионата мира, абсолютный победитель недавнего юниорского чемпионата Европы Эдуард Зизю. Первый вопрос адресую каждому из вас. С какими чувствами, с каким настроением вы вернулись домой? Я вернулся с чувством хорошо выполненной работы, потому что год было напряженнейшего труда, и то, что практически все получилось, доставляет огромное удовольствие. Юрий Владимирович. Возвращение домой само по себе всегда прекрасно, а самое главное, что команда вернулась практически без травм и заболеваний. Очень было страшно возвращаться домой с пустыми руками, но когда уже все было в руках, то с легкостью такой и с великолепными эмоциями возвращался домой и знал, что меня встречают все люди, которые за меня болели. Сразу скажу, Павел завоевал две серебряные медали. Одну большую по итогам двоеборья и одну за соревнования в рывке. Павел, покажите эти ваши награды. Вот сейчас, я думаю, в самом начале нашей программы будет уместно и показать. Показать. Сами медали вам, чисто их дизайн, нравятся? Да, но они всегда разные, поэтому нельзя чего-то ожидать. Ну, то есть, очень прикольно. Можете вот. Обязательно. И пока я рассматриваю, прошу ответить на наш первый вопрос Эдуарда. Вернулся с отличным настроением, с чувством выполненного долга, гордости за хорошее выступление. Выступал до этого полторы недели назад на Нью-Йоркском чемпионате Европы, как вы сказали. Конечно, тяжело было настроиться на чемпионат мира, так как два старта очень близки друг к другу. Но еще на чемпионате мира выступил еще лучше, чем в Польше. Поэтому хорошо, отлично, с отличными чувствами, с отличным настроением вернулся домой с выдохом, что я уже дома. Давайте тоже покажем крупным планом ваши три золотые медали. И в отделе о движениях, и в двоеборье. На чемпионате Европы там были три возрастные категории. Юноши, юниоры и молодежный вариант. Плюс к тому, что все золото собрал. Ну, разумеется, Эдуард стал и абсолютным победителем юниорского чемпионата Европы. Из десяти мужчин, которые представляли нашу страну, пять атлетов это были участники этого самого недавнего юниорского чемпионата Европы. Прицел понятно куда был? Да, но дело в том, что вот как раз пятерым досталось больше всего. Это за 10 дней два таких старта. И вот удержать форму, это было практически нереально. Но получилось, что мы уже знали, к чему готовились. Брали с собой массажистов и врачей, и по питанию. И все вопросы решали прямо там и в Польше. Потому что задумка была такая, размяться на чемпионате Европы молодым. Они хорошо размялись, четыре чемпиона Европы. У нас такого никогда не было. И первое вообще командное место. И потом накатить на чемпионате мира. Все добавили либо тот же самый результат, либо добавили по 7-9 килограмм. Поэтому вот такая была работа. За две недели два очень серьезных старта. Молодежь не дрогнула. Мы знаем, существует и официальный командный зачет. Как тут наша позиция выглядит? Все команды и все специалисты, значит, придают значение и ставят во главу угла, как развивается вид спорта в стране. Это по командному зачету. Командный зачет выдается, значит, кубки. Вот такие кубки. Это, значит, за первое место в Польше до 20 лет чемпионат Европы. И из 88 стран за второе место на чемпионате мира. Сразу могу сказать, мы проиграли только Китаю, обошли монстров. Ну, с Европы вообще там была девятая только Россия. Вот именно вот зачету по... А остальные все провалились и были очень далеко. Когда выходишь, заходишь в раздевалку, одна Азия. Только иногда один-два спортсмена. Сейчас идет все под именно давлением азиатских спортсменов. Если сравнить с нашим выступлением на предыдущих чемпионатах мира, вот это второе место в команде, как оно выглядит? Оно выглядит великолепно. Раньше были у нас подобные успехи? У нас было еще второе место. Это, значит, в Хьюстоне перед Олимпиадой, когда мы проводили... В 15-м году. Да, в 15-м году. Было второе место. Великолепно все ребята тоже. Мужская команда второе место. Поэтому мы повторили успех. Но сейчас этот успех дался гораздо сложнее, потому что мы были год в дисквале. И после этого выйти и сразу доказать, что мы одна из сильнейших команд мира, это дорогого стоит. Мы еще не представили один персонаж, который находится у нас на столе. Пожалуйста, объясните. Вы знаете, ну, все-таки у нас какие-то традиции. И к традициям, когда спортсмены готовы, еще прилагается удача. Но вот удачу мы как-то соблюдаем эти традиции. Эти традиции – это, во-первых, медаль Сергея Лагуна, золотая, чемпионат мира, к сожалению, погибшего, трагически ушедшего. Я всегда эту медаль беру, значит, на все крупнейшие соревнования. Она с нами. Это, допустим, вот эту победу мы посвящаем Курловичу Саше, который недавно ушел. Я только в майке вот Саши вывожу. Это как бы традиция уже. Ребята знают. А это много лет назад моя младшая дочь подарила команде вот этого вот малыша, который сделал своими руками. Он уже с нами на двух олимпиадах. И традиция ребята уже знают. Как только они завоевывают медалью, все тренера и целуют его вот носик. У него носик уже облупился. За это время очень много медалей мы принесли. Поэтому вот такие традиции. Ввел репортажи о соревнованиях на чемпионате мира. Честно говоря, до слез было трогательно видеть. Майка на вас, на спине. Александр Курлович. Я уверен, что даже кто не понимал русского языка среди тренеров, участников чемпионата мира, они наверняка к вам подходили. Подходили, вы знаете. Если это дело, это просто эксклюзив был. Это мой друг Малиновский сделал эксклюзив, подарок жене и мне. Такие только три майки в него она. Но сейчас был такой заказ. Все подходили и просили эти майки. То есть если пустить на поток, то это будет... Просто все просят такую же майку. Так к Саше относились все. Со всем юным телезрителем Александр Курлович, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 41 раз он устанавливал, бил мировые рекорды. Конечно, мы о нем помним. Вообще-то чемпионат мира по тяжелой атлетике должен был проходить в Южной Америке, в Лиме. Но перуанцы не успели своевременно подготовиться. И тогда на помощь пришел Ашхабад. Столица Туркменистана, город сказка из «Тысяча и одной ночи». Белорусскому спорту Ашхабад в свое время подарил первых наших чемпионов мира по самбо Магомеда Рамазанова и Владимира Япринцева. Организация, на мой взгляд, была отличная и в спортивном плане, и в бытовом, и в социальном. Ну, город производит сногсшибательные впечатления. Белый мрамор, абсолютная чистота, совершеннейшая логистика. Это сообщение между местом проживания, местом соревнования, местом тренировки. Питание достаточно удобоваримое. Были нюансы некоторые в отношении питания, с которыми мы достаточно быстро справились. Мясо в Туркменистане отличается по своей жирности. И поэтому некоторые нарушения питания мы скорректировали в течение 1-2 дней. А общее впечатление, ну, все замечательно. Павел Эдуард, а вы себя сколько комфортно чувствовали эти дни? Вообще там, ну, вообще, когда мы только прилетели, у всех пооткрывались рты, потому что, на самом деле, город производит впечатление, как будто это Дубай. Все горит, все блестит, все очень красиво. Белый мрамор везде? Вообще везде. Все дороги, дороги блестят. Их люди моют просто с моющим средством. И грандиозный стадион, велотрек, зал, где мы выступали. Все очень красиво и классно. Естественно, было удивление. Город очень красивый, белоснежный. Все в белом мраморе, как сказал Павел. Что касается проведения соревнований в Олимпийской деревне, где мы проживали. Было очень комфортно и удобно. Все было в шаговой доступности. От столовой и, что кончается, тренировочным, разминочным залом и залом для выступления. Все было в шаговой доступности. Очень такое трепетное было отношение к спортсменам. Все очень понравилось, всем доволен. Спасибо. Приводил этот факт в репортаж. Я не знаю, может какая-то вкралась в источник моей информации ошибка-очепятка, что Туркменистан, вот этот Олимпийский городок, огромнейший комплекс, обошелся в 5 миллиардов долларов. Что там, роскошь или просто много объектов? Нет, ну сделано действительно все настолько красиво, помпезно. Вот. И я думаю, даже может чуть больше там положено, потому что просто шикарно. Ну, с точки зрения соревнований, вот Эдуард отметил, все в шаговой доступности, все то, что нам надо было. Очень хорошие подъезды, тренировочный напротив, и зал для выступлений, и тренировочный зал. Очень комфортно было ребятам выступать. Но что касается питания, Юрий Владимирович немножко поскромничал. Я думаю, что с питанием, конечно, немножко было... Проблема были, да. Проблемы, да. Потому что ребята приехали сейчас, мужская команда сразу заехала в стайки, и мы столько выслушали хвалебных от остайкинских колдунах, остайкинской мочанки о первом, то есть совершенно все. Ребята просто третий день уже только мне говорят, какая вкусная пища в стайках. Но там европейская кухня тоже была? Только она одна и была. Ибо туркменская кухня была только на банкете. И она как раз была более-менее ничего. А так называемая европейская кухня, она взяла все худшее, что можно было взять от Европы. Понятно, емко, емко, Юрий Владимирович. Я знаю, что перед чемпионатом мира вам надо было решать еще одну серьезную проблему. Разрешенная, естественно, фармакология. Глюкоза, витамины, биологические добавки, которые сильно мужчина мог как нужны. Насколько я знаю, законы Туркменистана запрещают ввоз всего вот только что названного. Как вы выкрутились? Как вы вышли из положения? Есть ли это небольшая тайна? Ну, это, конечно, тайна. Но я думаю, что простят болельщики, что мы тайну немножко приоткроем. Наш друг великолепный Рамазанов нас познакомил. Магомед. И все вопросы были решены. Ну, а в подробности я не буду вдаваться. Ну, хоть спасибо, что вы и так эксклюзив нам сообщили. Я хотел бы добавить один маленький нюанс. Все отличие ввоза лекарственных средств в Туркменистан было вот в чем. За три недели до начала соревнований они потребовали декларирования всех медицинских лекарственных средств и БАДов. Мы это сделали. Сверх этого нельзя было ничего привести, но абсолютного запрета на что-либо не было. А, то есть можно было? Конечно. Значит, мне неправильно рассказали ситуацию. Нет, нет, нет. Ну, естественно, все это в рамках запрещенного списка Международного Олимпийского комитета. Ну, и тот факт, что нам, конечно, помогли местные спортивные, общественные деятели. Это наша благодарность. Ну, дай Бог, им кто-то передаст. Мы помним об их помощи белорусской сборной. 25-летний борисовский штангист Павел Ходосевич целенаправленно шел к своему ашкабадскому успеху. Чемпионат мира 2014 года – седьмое место. Олимпиада в Рио – шестое. Прошлогодний чемпионат Европы – четвертое. И вот мировой форум в Ашкабаде. Серебро в рывке и серебро в двоеборе. Павел Ходосевич оказался лучшим в нашей мужской команде. Вы проиграли в двоеборе килограмм россиянину Артему Акулову. Понятно, сейчас, если вернуться, какая там тактическая шла борьба как тренеры. Мы это в репортажах, естественно, об этом много рассказывали, постоянные перезаявки. Не обиден этот килограмм? Это было бы обидно, если бы последний подход был за мной, и я бы не толкнул. Я об этом и говорю, да. А так, я сделал все тактически, было продумано, капля везения. И все срослось лучше даже, чем надеялись, наверное, все, в том числе и я. Поэтому, а там он сделал то, что должен сделать каждый, и он боролся, он проявил мужество и силу красавицы. Да, 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 нужно. Что Паша вообще проявил бойцовский характер, и те килограммы, которые он поднял, это килограммы, которые несовпоставимо выше, чем те, которые он поднимает на внутренних чемпионатах. Гродно, значит, перед этим он добавил очень резко, и за 200 толчок, это практически, это уже ультра-Си в этом весе. Но когда он начал разминаться, значит, он разминался хуже всех из всей команды, из всех десяти. Мы начинали с предельных весов, кстати, с личных рекордов начинал, значит, Эдуард. Паша с запредельных весов, потому что у нас такая стратегия, лучше два подхода и медаль, чем шесть подходов и 33-е место. Для нас существуют только медали, и желательно первые. Поэтому мы рисковали. Слава Богу, риск оправдался. И когда мы с Михаилом Николаевичем Сударем, это и наш ведущий тренер, это и тренер олимпийского чемпиона, я очень рад, что Паша вот сейчас сверкнул у него. Он полностью мне помогал и работал с лихорадом по подготовке. То есть, вот опыт Михаила Николаевича очень сказался. Но когда мы переглянулись, не рвет 140, 150, еле вкручиваться, перезаказывать, я говорю, нет, работаем дальше. Спортсмен вышел, и как часы все подходы, все, великолепное выступление. А что касается этот килограмм, опять-таки, его второе место – это золотая медаль, считайте. Дорогого стоит, я этой моей репликой нисколько не придержаю, не применшаю успех. На Олимпиаде мы пошли бы за первое место. Хорошо, в рывке первая попытка – 163 килограмма, все в порядке, вторая – 168 нет, и третья попытка – не повтор до 168, 169. Вы чувствовали, Павел сам чувствовал, что он готов? Во-первых, мы чувствовали уверенность, во-вторых, мы вот эту фишку 4 раза делали. И с Арианом, и со всеми. Я понимаю, как замирали профессионалы, тренера, что они делают. И если бы это не удалось, я понимаю, сколько было бы критики. Все удалось, все прошло, ребята мобилизовались и как раз накатывали. И вот медальные вот эти моменты, они случились благодаря тому, что они не дрогнули. Что действительно у нас сейчас команда, которая молодая, задиристая, команда, которая борется за медали и за каждый подход. Павел, перед отъездом в Ашгабат вы мне рассказывали, что одна из ваших главных душевных болельщиц – бабушка Галина Владимировна. Когда вернулись, не общались. Как бабушка внука поздравила? Расскажите. Она сказала, что она переживала так, что сказала, что я думала, что я умру. Даже так? Да, она сказала, что она не могла найти себе место целый день. А потом, когда уже все… Она вообще смотрит мои соревнования таким образом, что когда я подхожу к штанге, она бежит в другую комнату. Она никогда не смотрит, как я поднимаю. Ну, встретила меня, была очень рада и довольна, потому что она вместе со мной, вместе со всеми долго этого очень ждала. И хотела, чтобы это получилось. Эдуард, насколько я знаю, вся наша сборная, представители разных весовых категорий, вы полетели одновременно. Вам пришлось ожидать своего старта, ну, так же, как и Алексею Мжачику, дольше всех. В заключительный день чемпионата мира 10 ноября вы вышли на помост. Эти дни, ожидания, как психологически-то как-то там повлияли? Ну, знаете, в первые дни было легко, так как новый город, новое впечатление. Но когда товарищи по команде начинают выступать, они начинают делиться своими впечатлениями. И об этом? Естественно, уже начинаю волноваться я, так как я переживаю за них. Прямую трансляцию их выступления не смотрел, смотрел только протоколы в прямом эфире. Естественно, уже каждый день с приближения моего выступления давалось очень тяжело. Естественно, зная, что я буду начинать практически своего лучшего результата. Естественно, были всякие мысли, и я волновался, переживал, но, к счастью, справился с этим. Эдуарду 20 лет. Тоже наша огромная надежда не только на близлежащую Олимпиаду. Конечно. Пожалуйста, оцените выступление Эдуарда. Ну, во-первых, учитывая то, что в Польше он хорошо размялся, три золотые медали. И потом действительно была сложность кондиции тренировочной еще вывести выше, потому что все-таки мы все делали. И в Польше питание было великолепное, а, значит, в Ашхабаде включали дополнительные ресурсы. Мы с Юрием Владимировичем ездили и заказывали мясо. Наши друзья, опять-таки, делали великолепное мясо специально под тяжей, под сборную. И привозили туда, проносили. Слава Богу, нам пропускали и все делали возможное. То есть вес сохранил. Он уже там. Тренировки мы делали огромные. Он 190 и 220 поднял там за несколько именно дней до старта. То есть кондиции были хорошие, мы еще раз проверяли с начальных подходов, с рекордов можно ли начинать. Ну, все срослось. И не только Эдуард. Лоско великолепно выступил. Парень, который вообще первые старты, сразу Европу выиграть и 14 место, квалификацию олимпийскую выполнить, добавить. Вот Полоско, какие спортсмены. Он, значит, выступил, а на утро встает, обычно ломка, обычно неделю отходишь. А он сразу, Евгений, я сегодня 150 порву. Пошли. Я говорю, да не бывает чудес. Вырвал. Дальше готовится. Али Харат какой красавец. Сегодня он отпросился, на эту передачу не пришел, потому что, говорит, я готовлюсь дальше. Мне, я не добрал. Это воспитанник, я по-старому скажу, ШВСМ Гродненской, вот, значит, который великолепно себя проявил. Мы ждали от него. Ждали еще именно на тренировках в стайках. Потому что, когда мне говорили, я говорил, что медали не будет. Но вот как раз уверен был, что лихорад поборется. Потому что мышцами он был готов бороться. Он у китайца одного выиграл. И вообще показал. Вы это видели? Даже кто-то об этом рассказывал, да. А вообще парень как ехал? Девятый по рейтингу. А он взял, купил флаг Белоруссии и вышел на награждение собственным флагом. Ух, какая еще интересная деталь. Вот это постановка вопроса. Девятый по рейтингу едет уже бороться сам за медали. Скромный уроженец Лиды Вадим Лихорад в Ашкабаде награждался дважды. Серебряной медалью за второе место в рывке и бронзовой за двоеборье. Год назад на чемпионате Европы в хорватском сплите он был только седьмым. И вот впечатляющий рывок на пьедестал, сопровождавшийся завидной предусмотрительностью. Большинство его коллег, спортсменов, ни за что не стали бы приобретать национальный флаг перед соревнованиями. Элементарно побоялись бы сглазить. А вот для Вадима Лихорада все приметы счастливые. Эдуард, вот эти показатели. 193 в рывке, 228 в толчке, да, я не ошибаюсь. 421 в сумме. Девятое место. Это для вас вообще такой обычный барьер этап? Что касается этой суммы, я ее никогда в жизни на странах не поднимал. Даже на внутри, ну на соревнованиях, белорусских соревнованиях, я эти результаты не поднимал. Что касается конкуренции, за последние пару лет в моей весовой категории, свыше 109 кг уже по новой, она выросла очень сильно. Если вы посмотрите результаты пятилетней давности на чемпионате мира, то бронзочкой на этом мира была сумма 430. А сейчас 430 – это шестое место. То есть очень сильное возрасте конкуренции. Тиханцов, значит, единственное просто вот два старта, здесь немножко ему труднее было. Там получилось, надо было выступать и здесь. Чуть-чуть не реализовал то, что мог, но потенциал огромнейший. Вот, это наше будущее, это надежда олимпийская даже на эту. Вот, Лихорад, Тиханцов, вот эти ребята, это очень другим надо будет постараться, чтобы вот эту лицензию как-то отбить. Потому что потенциал огромнейший у ребят. И вот Тиханцов – это один из тех, которые, это наше будущее. Так же, как и Зизюлин Эдуард, естественно. Вот, Лоско, абсолютно такой же парень, который, как Хабиб, там спустился с гор, он с глубинки, значит, и сразу чемпион Европы, и сразу здесь великолепное выступление. Какое сравнение, да, в последнее время появилось? Образно вы сказали, как Хабиб. Юрий Владимирович, как вам это сравнение? Я знаю, у вас замечательное чувство юмора. Если сравнивать спустившегося с гора Брека с нашим простым белорусским парнем, то, безусловно, приоритет нужен за нашего простого белорусского парня. Муж, по крайней мере, он гораздо более воспитанный, чем Хабиб Нурмагомедов. Он не бросается на стенку. Он только на штангу. Только на штангу. Во время чемпионата мира для репортажа было важно узнать свежие новости. Не раз мы с вами общались по телефону, вы отмечали. Нравится, вот я вот цитирую, мне как готовится, как тренируется наш олимпийский чемпион Андрей Аремнов. Я уверен, рейтинги, вот когда наш телеканал «Беларусь-5» показывал соревнования в этом весе, они могли и зашкаливать. Что скажете о выступлении олимпийского чемпиона? Девятое место, девятое место. Ну, будем так говорить, 215 Андрей обязан был толкать. 215 взял великолепно на грудь, ну, где-то произошел сбой. Значит, было бы сразу место в шестерке. И это, учитывая, что спортсмен тренировался всего лишь три месяца, а после олимпиады 10 лет был в свободном полете, это нормальный результат. Более того, я сейчас прошу руководства Минспорта разрешить ему дальше готовиться, тестоваться до Европы. Первое, третье место на Европе – это ему по силам. И он надо еще с точки зрения в команде, что у нас не так много спортсменов высокой квалификации, которые в десятке. Чем больше таких будет в команде, тем больше будет конкуренция между молодыми. Даже если Андрея не получится, но вот год-два, который он будет с командой, это позволит вывести всю команду и молодежь на более высокий уровень. После соревнований Андрей вообще как прорегионовал на свое выступление? Вы оба борисовчане. Михаил Николаевич Солодарь, у вас один тренер. Может, с вами Андрей как-то искренне беседовал, оценивал? Он пришел ко мне до соревнований, он дал мне какие-то свои советы, посоветовал мне о том, как мне думать, в чем-то я к нему прислушался, в чем-то просто он мне согрел душу тем, что... Мы с ним просто иногда как кот с собакой, а иногда как бы вполне такие приятельские отношения. Вот сейчас они даже были более чем приятельские, а такие прям земели мы с ним. Да, ой, емкое слово, все понимают, что это означает. И он мне прислал после выступления видео, он снимал, ну, смотрел, то есть, как я выступаю, оставлял комментарии, снимал телевизор, то есть, все его эмоции я видел, слышал, мне было приятно, он хорошо отнесся к этому всему. Есть что добавить? Да, если вы говорите о собственном, собственной оценке Арианновым, своего выступления, то, на мой взгляд, он, конечно, недоволен. Все-таки он олимпийский чемпион, и все его прошлое связано с успехами. А здесь он понимает, что он не готов достаточно, что были личные ошибки на выступлении, что он выступил, в общем-то, ну, в силу своих возможностей. Но для большого спортсмена, коим он является абсолютно, это выступление не совсем удачно. Но он безумно талантливый человек, и если он возьмется за ум, по-настоящему, это огромная помощь команде. Плюс, это огромная помощь в психологическом плане. Он, знаете, как точка концентрации в соляном растворе, опускает палочку, и она собирается вокруг нее. Это постоянный раздражитель, постоянный источник разговоров, но, по крайней мере, это человек, который не зря присутствует в команде. Ох, как замечательно, вы рассказали, при вашей фразе постоянный источник разговоров, Павел и Эдуард, как я понимаю, такими красноречивыми взглядами, с улыбкой обменялись. Что за этими вашими эмоциями стоит? Можете объяснить? Ну, я думаю, конечно, немного кто в курсе, но вот соревнования, память Сергея Лугуна были, там, где он везде, где давал интервью, говорил, что он выиграет и не видит конкурентов. И, видя во мне конкурента, пытался психически меня психологически подавить, говоря, что я ему не конкурент, я тебя выиграю, естественно. Он был очень многословен. На соревнованиях показали, что лучше помолчать. А так, да, Андрей любитель поговорить, рассказать про свое прошлое. Поэтому, да, поговорить он очень любит. Ну, и сейчас ему придется свыкнуться с мыслью, что он не нам был, а шестые и седьмые позиции где-то в команде. Поэтому, я думаю, что у него хватит и сил, и всего в этом рейтинге продвинуться, еще не раз нас порадовать хорошими результатами и хорошими выступлениями. Хотя мотивация и сейчас у него была, как говорят, выше крыши. Но сейчас, наверняка, она еще в космос отправится, правда? Конечно. Когда я вот приезжал в день вашего отлета из Минска в Ашгабад, Андрей рядом разминался со столиком, где там с вами, Павел, с товарищами по команде беседовали. Мне показалось, что он в таком уверотворенном состоянии. В состоянии шутил, говорил, ну, я тут уже как тренер-психолог, мне же есть что подсказать. Ладно, Андрей наверняка и кается. Да, пожалуйста, много говорил. Дело в том, что он не шутил, он и правда так думает. У него нету как бы шуток. Он говорит это всегда с полной серьезностью. Это не шутки. Он правда так считает. Ну, а вы чувствуете, он может хоть в какой-то степени на лавры тренера-психолога? Олимпийский чемпион Андрей Ариамнов, сколь яркая фигура, столь же и противоречивая, в чем ему однозначно следует отдать должное, в смелости. Конечно, Андрею сложно было рассчитывать на триумф в Ашхабаде, но не побоялся неизбежной критики, а с чьей-то стороны возможно и ликование. Мол, так тебе и надо. Ариамнов проверил себя в боевых условиях и теперь точно знает, что нужно делать. И не сомневайтесь, сделает, если захочет. При всем при том, что вы главный тренер мужской нашей сборной, но, естественно, давайте хоть как-то затронем тему и выступление представительниц прекрасного пола Дарья Наумова. Три медали, золото в толчке, бронза в рывке, серебро в двоеборье. И остальные девушки, я понимаю, это были представительницы новой волны, те самые, которые вместе с Эдуардом, с остальными пятью нашими мужчинами, участниками чемпионата мира, выступали на юниорском чемпионате Европы. Итак, что можете сказать, ну, емко, лаконично, о выступлении наших прекрасных дам? Ну, Даша великолепно выступила, вот, шесть подходов и в очередной раз доказала то, что она действительно одна из лучших спортсменок нашей Белоруссии по всем видам спорта. Вот. Что касается перспективы, молодая, хорошая команда, много еще работы, но почему более скромные места? Потому что сейчас женская тяжелая атлетика, это бум просто. Эквадор, Узбекистан, Доминикана, те, которые были вообще в тени, сейчас такой бум на местах. Просто если раньше такая вот была в мужской команде конкуренция, то сейчас не менее жесточайшая конкуренция в женской. Поэтому я уверен, что и женская тяжелая атлетика в ближайшее время еще не раз нас порадует хорошими результатами. Олимпийские игры, это кажется, что 2020 далеко, совсем не за горами. Пока у нас по одной лицензии у мужчин и у женщин, слово «пока» может тут оказаться ключевым. Есть хоть какая-то надежда, что ситуация изменится? Надежда есть. И работает наш Белорусский тяжелый атлетический союз в этом направлении. Очень сильно работает Казахстан, очень сильно работает Россия, потому что очень много нестыковок, и это абсурдное решение. По три раза эти страны наказаны, но так не должно быть. Поэтому и суд Казахстана очень серьезный сейчас ведет, и переговоры ведут и наши федерации. Поэтому мы надеемся, что все-таки увеличится количество код. Но если даже оно будет такое, мы не снимаем с себя задачи один плюс один. Две олимпийские медали, одна женская, одна мужская. До конца года, как я понимаю, еще ожидают кого-то из наших тяжелоатлетов. Международное соревнование, по-моему, в третьей декабре декабря в ДОХе. Как мы там будем представлены? Что это за старт? Это старт лицензионный, как раз отбор к Олимпиаде. Поэтому у нас в мужской команде порядка девяти человек будут на одну эту лицензию претендовать. Поэтому туда выезжает номером один, это Стрельцов, которому обязательно надо выступить. У него было легкое. Жив-здоров, Вадим? Жив-здоров, готовится в нормальном рабочем состоянии и будет в ДОХе выступать. А следующий его старт – это Европа. Выезжает обязательно Лихорад, Сайонок, которым я выступлением очень недоволен. Вроде пятое место, но это не его место. И как раз по килограммам. Поэтому обязательно в ДОХу поедет Петя, чтобы именно еще раз показать свое высокое место в рейтинге. Значит, поедет Тиханцов, четыре человека. И два мы просим дополнительно – это Ариамнов и Зизюлин. Вот в таком плане. У Петра не получилось? Перенервничал или причина в другом? Да, слишком хорошо был готов и, к сожалению, не смог реализовать то, что наработал. Психологически. Поэтому мы сейчас взяли в команду очень хорошего психолога. Он уже с понедельника и с Петей работает, и с Шаговым, и с тем. Потому что наша сила вот как раз в таких моментах. У нас лучшая медицина, у нас лучшая КНГ. Мы очень плотно сотрудничаем с аналитическим центром Бадуева, с МВЦ Загороднего. Ну, БНТУ, на базе БНТУ – это вообще у нас базовая работа ведется. Очень серьезная. Опять-таки, что касается фармакологии разрешенной, у нас есть предприятия, которые под нас делают препараты, те, которые нам нужны. То есть, вот это белорусский путь развития. Он как-то схож больше с китайским, потому что китайцы очень много внимания уделяют вот этим всем новинкам науки и травкам, и учебно-тренировочному процессу. Но у них, у нас, к сожалению, нет такого ресурса. Там тренируется население всей нашей Беларуси. Неоднократно уже упоминавшийся Евгений Тиханцов великолепно выступил в октябре на юниорском чемпионате Европы в польском Замосте. Там он завоевал три золотые медали, обойдя ближайшего от конкурентов в двоеборье аж на 24 килограмма. Успехи Евгения в Ашкабаде были более скромными, что вполне объяснимо. Бронза и мировой юниорский рекорд в рывке, а также четвертое место в двоеборье. Причем бронзовому призеру, румыну Онице, Тиханцов уступил в двоеборье всего один килограмм. Ему только 20 лет, так что соперникам следует экстренно беспокоиться. В эйфорию не впадаем, но тем не менее хочу еще раз повторить значимость вот этого кубка. 88 стран были представлены на чемпионате мира в Ашкабаде. Среди мужчин в общекомандном зачете у наших земляков второе место. С этим безусловным успехом и огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию. С вами, уважаемые друзья, мы прощаемся ровно на неделю. Всего вам доброго, берегите себя.